Наконец-то выходные закончились. Я соскучился по колледжу. Майк, у меня для тебя хорошие новости. Ты больше не будешь учиться один. Поприветствуй новенького. Проходи, Роберт. Оу, красная дорожка. Роберт, знакомься, это Майк. Теперь вы будете учиться вместе. Привет. Присаживайся на любое свободное место. Спасибо, а дальше я сам. Мне нужно отлучиться, я скоро вернусь. Впервые вижу богача в реальной жизни. Да, интерьер тут так себе. Прислуга. На этом стуле вообще невозможно сидеть. Мне некомфортно, исправь это. Как пожелаете. Человек моего статуса не должен испытывать дискомфорт. Присаживайтесь. О, это выглядит уже намного лучше. Да и сидеть удобнее. Я тоже так хочу. Джейн, ты забыла одну важную деталь. Вот, спасибо. А то у меня в горле пересохло. Теперь я готов к уроку. Эх, везет же некоторым родиться богатыми. Ребята? Да, мистер Уокер. Хочу вас обрадовать. С вами будет учиться еще один студент. Поприветствуйте его. А вы еще кто? Я его ассистентка. Фу, что это за кошмар? Сэр Джетт даже не приблизится к этому грязному куску ткани. Его надо срочно убрать. И мало ли, насколько бедные люди здесь ходили. Что это было? Если бы я знал. Неужели в классе ребят появится еще один богач? Но не все так просто. Он супер богач. Этот парень чем-то похож на Роберта. Только круче. Это вообще кто? Будешь учиться с ребятами. Можешь сесть за любую свободную парту. Вы же шутите. Виу, я на таком не сижу. Вот мой уровень. Вот это да, настоящий трон. Новенький меня поражает. Вот это мое место. Правда, я надеюсь, что мои однокурсники не заразят меня бедностью. Да что это леопардовое недоразумение себе позволяет? Прислуга. Хочу знать, кто он. Что-то я не вижу его у Форбс. Что? Его поместили на обложку как самого богатого человека в мире? Как же так? И все же не обязательно вести себя так пафосно. Эй, парень в ужасных очках. Он хочет поиздеваться? Твоя безвкусная одежда колечит мое фэшн-зрение. Вау, я же теперь выгляжу как настоящий богач. Я смогу веселиться в компании Джета и его друзей. То есть про меня он ничего не сказал? Ну и ладно. Что-то мне не нравится. Видимо, выглядеть бедным – это все-таки его призвание. Эй, а ведь я уже привык к дорогому Луку. Итак, после всех представлений мы наконец-то перейдем к теме урока. Но сделаем мы это в следующий раз. А пока вы свободны. Можете идти. Отлично. У меня нет желания и дальше сидеть рядом с неудачниками. Он что, бросил мне только что вызов? Тьф. Наверное, он любит проигрывать. И не забудь забрать с собой свою некрасивую подстилку. Я будто в сериал попал. Эй, Джет, а ты не берешь с собой ковровую дорожку? Не смеши меня. Я слишком богат, чтобы поднимать что-то с пола. Прощай. Пока. Хорошо, что я не из брезгливых. Как можно бросить такую хорошую вещь? Сумасшедшие. Отлично, не сбавляй темп. У тебя хорошо получается. Спасибо, я очень стараюсь. Жаль, правда, что на физкультуре не читаем на скорость. А ну не расслабляйся. Да уж, это, конечно, не мой элитный спортивный зал, но сойдет. О, как же повезло. Мистер Окер, мне как раз нужны кардионагрузки. Так что я хотел бы позаниматься на этом велотренажере. Предоставите мне такую возможность. Да, Роберт, конечно, в кардиотренировке это очень важно. Поэтому Майк пойдет прыгать через скакалку. Эй, Майк, освободи место для Роберта. Позанимайся пока в сторонке. Роберт, прошу. Теперь я доволен. Да, ему этот тренажер и так не сильно нужен. Занимайся так, как тебе удобно. Я не буду отвлекать. Ну, скакалка тоже неплохой вариант. Раз, два, три. Если понадобится вода, говори, я принесу. О, Джет, привет. Хочу заниматься на велотренажере. Но он занят. Разве это проблема? Нет, нет. Майк, принеси скакалку. Роберт, тебе пора пойти попрыгать. Эй, почему? Иди уже скорее. Кое-что надо заменить. Как же так? Богач не может сидеть на обычном седле. То ли дело на золотом инкрустированном бриллиантами. Готово. Теперь оно выглядит достойным вас. Хорошая работа. С такими студентами я быстро накоплю на новую машину. Серьезно? Ты заплатил, чтобы мне пришлось освободить тренажер? Это низко. Эх, жаль, что мне теперь вообще не с чем заниматься. Придется импровизировать. Завидуешь моему бицепсу? Ты ведь такую гантелю даже не поднимешь. Я просто к ней не притронусь. Да и зачем, если у меня есть свои золотые? Что? Я тоже такие хочу. А я зато могу поднять золотую гирю. Завидуешь, небось? Чему? У тебя золотая гиря всего 750-й пробы. А у меня? 990-й. Ах так. Зато у тебя нет золотой штанги. Странные они. А мне и так нормально. Как же тяжело. Ай. Ого, на месте происшествия находятся настоящие спортивные сокровища. 100, 200, 300. Вроде за мной не было слишком. Псс, мистер. Что вам надо? У меня есть вот это. Ого. Разрешите взглянуть поближе. Настоящее золото. Хм. Этого будет достаточно. Вот. Держите. Ура. Спасибо тем двоим. Ой, мистер Уокер. Ты меня здесь не видел. Ты понял? Конечно. Очень часто наши персонажи в играх отображают то, как мы выглядим в реальности. Или наоборот. У бедных нет денег на донат, поэтому и образ у них бюджетный. У богатых персонаж будет выглядеть соответствующим размером их кошелька. То есть круто. Интересно, а что там у Джета? Ага. Откуда у него столько денег? Я тоже так хочу. Придется еще задонатить. Прошу вашего внимания. Что? Вы идете фотографироваться? Нет. Сейчас же останьте и идите делать фото, если не хотите получить F. Ну и ладно. Не беспокойтесь. О, а вот как раз и они. Ребята, помните, что это фото будет публиковаться в газете. Хм, меня постоянно где-то публикуют, я привык. Например, как самого хвастливого болтуна. Ты только не завидуй. Было бы чему. Ты пришел фотографироваться в смокинге? Как банально. Улыбайтесь. Вот так. Молодцы. Извините, я немного потерялся. Я тоже буду фотографироваться. Поменитесь местами, пожалуйста. Так лучше, красотка. Станьте, может, ближе друг к другу. Обнимитесь. Вы серьезно? С ними? Только ради вас, милая леди. А я, пожалуй, скрою свое недовольство другой парой очков. Устрицы. Идеальный деликатес. Лобстеры вкуснее и дороже. Неправда. Не такие уже невкусные. Вот, купи себе устриц на эти деньги и помолчи. Эй, вообще-то, нет ничего вкуснее картошки фри. Мнение бедных никто не спрашивал. Впервые я согласен с Робертом. Подайте на пропитание бедному человеку, прошу вас. Сэр, не будьте равнодушны. Я вас никогда не забуду. Не проходите мимо. Хм, так и быть. Держи. Спасибо вам огромное, добрый человек. Я чувствую запах больших денег. Так это ты. Маловато ты ему дал денег. Неужели кризис? Я передумал. Это мистер в очках я никогда не забуду. Спасибо вам. Что? Да я так богат, что мне никаких денег для него не жалко. Ой, ребятки, продолжайте. Я готов дать сразу несколько пачек денег. Да неужели? Это лучший день в моей жизни. Битва между двумя богачами сурова и невероятно затратна. Но они готовы на все, дабы показать, кто из них щедрее и богаче. Я отдал слиток золота. И мне его совсем не жалко. А я целых три. У меня еще бриллианты есть. Их я тоже отдам. Хотя я могу купить еще тысячу таких. Кэролла, отдай мне свое ожерелье. Но зачем, сэр? Нет, только не это. Он уже стоит целое состояние. Я слишком богат, чтобы жалеть о деньгах или драгоценностях. Мне уже больно на это смотреть. Но я не сдамся. Джейн, сейчас ты поймешь, что я круче тебя. Я подарил этому бездомному акции своих компаний. Я ему не проиграю. Сэр, может, не стоит? Стоит. А я подарил этому мужчине свои компании. Что ты на это скажешь? Я люблю свою жизнь. Вы теперь банкрот. А я теперь работаю на этого джентльмена. В смысле? У вас тоже не осталось денег. Так что чао. Я пошла за своими бриллиантами. Как же так вышло? Кажется, мы немного перестарались. Спасибо вам за помощь, мальчики. Дамы, пойдемте. И что нам теперь делать? Это тебе за то, что ты всегда был добр ко мне. Спасибо большое, сэр. Мне очень приятно. Обращайся, если понадобится помощь. Хорошо. Прошу, присаживайтесь. До свидания. Пожалуйста, дайте денег на машину. Эй, это моя точка, уходи. Ну уж нет. У меня хотя бы рисунок красивый. Нет, мой лучше. А с кем из ребят ты бы хотел учиться в одном классе? С бедным Майком? С богатым Робертом? Или с супер богатым Джетом? Пиши свой ответ в комментариях под этим видео. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok